Привет, мы продолжаем играть в Mount & Blade TLD. Так, у нас там наших погнали, ребята. Давайте им поможем. А то что-то взорвались немножко. Давайте держать позиции. Так, а вот теперь... В атаку. Мы с вами двигаемся в сторону союзников. У нас есть задание, которое требуется выполнить. Так, попал по щиту какому-то. Вот так. Хорошо. Хорошо. Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте. Хорошо. Так. Немножко слезем. Возьмем. Так. Так, 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 так. Это наш. Это наш. Ой, я лошадку убил. Не хотел лошадка, прости, пожалуйста. Так, это противники. Вот так. Хорошо. Кто там еще остался? Давайте всех добить и пойдем дальше. Вон, 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 вон. Все. Да, все. Мы убили с вами всех. Потеряли четверых. Плохо, конечно. Но ничего смертельного. Тем более, что мы их не потеряли насовсем, а у нас их просто ранили двоих и двоих убили, да. Так, мы с вами двигаемся в сторону по заданию. Сейчас, минуту, мы с вами кое-что сделаем. Давайте. Повысим. Повысим. Псадник. И вот эти, ребята. Готово. Давайте сохранимся. Так, по заданию нам нужно... Просит вас в плен вражеского полководца. Вот мы с вами тут и бегаем, как дурочки. 60. 60 это плохо, но не смертельно. Орки это все-таки орки. Что-то у меня немножко игра подглючивает, бывает. Давайте поедем, поищем наших новых друзей. Орков. Сейчас я им покажу, что такое отсидеть на Руси. Знаете, почему на Руси боялись отсидевших? Потому что в то время сажали на кол. Согласитесь, страшно встретить человека, который отсидел на колу. Так, пехота только подходит. Пехоты у нас, как вы видите, не очень много. Это хорошо. Мы в дальнейшем попробуем полностью избавиться от пехоты. Так, поскольку это все-таки замедляет нас. Плюс само по себе пехота это не самый мощный отряд. В то время, как наши ребятки на лошадях уже всех разбили, пехота еще только-только-только подходит. И пока не спешит. Сами понимаете, что нам это не подходит. Нам нужно как можно быстрее ворваться, разбить и уйти дальше. Так, с нашей стороны потерь нет. Это очень хорошо. Забираем все, что есть у них. Мордорские налетчики. Давайте нападем на них. Я не знаю, успеем мы их догнать или нет. Так, у нас в отряде еще также есть повышение. Еще два опытных всадника. И еще четыре всадника. Хорошо. Это очень хорошо. Ай, зараза, не успеваем мы их догнать. Они убегают слишком быстро. А нет, догнали. Нормально. Я думал, не сможем. Нужно будет после этого сохраниться. Поскольку я видел, там рядом бегало достаточно большое количество врагов. Могут просто растоптать и не заметить. Нужно быть повнимательнее. Так, ребятки, давайте. Давайте. Очень плохая местность. Горбы. Вот эти вот склоны. Мы медленно поднимаемся. В то время, как противник стоит все-таки на возвышении. Если у них есть хорошие лучники и много их. Они нас просто разобьют и не заметят. Но нам повезло. Это не самый сильный отряд. Налетчики. Налетчики это отряд так себе, честно говоря. Рассчитанный на более легкие войска, чем конница. Так, с нашей стороны потерь нет. Но мы можем набрать наших ребятушек. Ребят, давайте возьмем двух рыцарев. К сожалению, на пехоту у нас просто уже нет места. Я бы с удовольствием забрал и лучника. Пехотинца, честно говоря, не очень хотел. Не буду лукавить. Пехотинец это хорошо, но не сейчас. Перед вами послужили. Прорваться силой. Я с дуру случайно нажал на город. Я этого не хотел делать. Валим, валим, хлопцы. Я не знаю, куда я бегу, потому что это очень глупо. Тут мост. Ну, такое. Я вряд ли смогу убежать. Выйти. Нет, я не хочу сдаваться. Но убежать я не могу, мне придется бороться с ними. Ай-я. Там лучники. Да каким образом ты у меня попадаешь, скотина? Сейчас я тебе по голове-то... Да дурацкие лучники не дают просто прицелиться и ударить. Так, ну... Я не знаю, что это было. Вы еще скажите... А, нет. Я думал, мой отряд просто распустится. Я же даже слегонца так поднапрягся. Воу-воу-воу. Да, я понимаю, но там их сотня, ребята. Имейте совесть. Против сотни мы можем не выстоять. Причем, да, очень спокойно. Так. Опытный всадник. Отборный всадник. Хорошо. На самом деле, мне бы... Так, тут конвой. Орк с нога, 22. Но у них основной это орк с нога. Их там перебили очень много. Мы должны их победить спокойно. Не напрягаясь. Тем более, у нас тут пришел помощник в виде наших союзников. Мы бы на самом деле могли и ту сотню попытаться забить. Но дело в том, что сотня... Это все-таки достаточно большое количество противника. Даже если там половина это с нога. Но, знаете, толпой они могли нас просто закидать мясом. Как говорится. Поэтому... Я решил не рисковать раньше времени. Тем более, что... Что мы сделаем сейчас? Мы сейчас с вами выкосим этих ребят. После того, как мы закончим... У нас будет... У нас будет... Все получше. Ай, не достал. Так. Я не могу попасть. Он под... Лошадь забежал. Опять же, промахнулся. Ну, тут сам виноват. Ну, как видите, у нас сейчас очень легко все происходит. В связи с тем, что все-таки враги слабые. То есть, они максимум, что могут сделать, это забить нас толпой. Но, так как у нас очень большое количество воинов. Тем более, сейчас подходят еще союзники и союзные войска. То... Маловероятно, что мы сможем, в принципе, проиграть. Или понесем сильные потери. Надеюсь, что... Потерь огромных не будет. Может... Одного-двух и... Можем потерять. Не хотелось бы, конечно. Но такой... Призрачный шанс у врага, он есть всегда. Все, мы победили. Они все сбежали в ужасе. Кто смог? Нет потерь среди наших, нет. Стрелок... Я бы его взял, но, к сожалению, некуда просто. Так, плюс куски металла. Так, я так понимаю, у нас все забито. Давайте-ка мы вот этот металл выбросим. Он плохого качества. Он много не тянет. А этот мы возьмем. Он получше. Не намного, но все же. И едем с вами в Миностирит. Что на единицу? Почему? Воу-воу-воу. Это что, мать вашу, сейчас было? Вы это видели? Просто... Я... Я немножко... Прифигел аж. А почему у меня шестеро вместе со мной? Это что такое против толпы? Почему у меня шестеро воинов? Я чего-то не понимаю? Или у меня там была очень большая просадка по раненым? Что случилось? Несколько ваших воинов убегает с поля... Блин, я вот сейчас не понимаю, что произошло. И мы, ребята, с вами, скорее всего, сделаем по-другому. Я загружу последнее сохранение, потому что я не совсем понял, что произошло. Сейчас вот... Скидывать просто то, что мы насобирали, всех этих воинов, всю эту прокачку, не имеет ни смысла. Да и желания нет. Я не могу понять просто одного момента. Что это такое? Почему у меня очень мало воинов? Либо у меня были куча раненых. И... Вот такая вот фигня случилась. Что у меня куча раненых и... Было всего лишь шестеро. Но это маразм. Это маразм по одной простой причине. У меня не было столько раненых в битве. С учетом того, что битву закончила большая часть народу. И все было в порядке. Вполне в порядке. Так, меня сейчас забьют тут. Ну, я не знаю, что это такое. Просто откуда вдруг ни с того ни с сего... Ладно, я нарвался на армию противника. Хорошо такое может быть. Я не спорю. Но то, что у меня в армии шесть человек... Это уж извините, меня идиотизмом попахивает. Так, эти катания меня, конечно, уже начинают доставать. Ваши войска бегут в ужасе. Давайте воюйте, дебилы. Ну, тут дело в том, что против нас четыре сотни. Я так понимаю, компьютер поделил мне так войска, чтобы мне можно было и... Получить и дополнительные войска, и все остальное. Поэтому он кинул мне, так сказать, в помощь шестерых. Так. Ну, это было просто быстрее. На самом деле, это очень тупо. Серьезно. Очень тупо. Да, я понял, в чем дело. Действительно. Просто так компьютер поделил. Но это было, как минимум, странно и глупо. Поэтому уж извините, но я не могу так... Мы с вами сделаем следующее. Мы загрузимся. Мы с вами съездим, сдадим наших... Пленных. Да, я прекрасно понимаю, что загружаться после этого играть неинтересно. Но, в принципе, на то оно и сделано с сохранения, чтобы вы могли переиграть момент, который вам не нравится. Если вы не переигрываете моменты, которые вам не нравятся, но сохранение вы делаете, ну, в них отпадает всякий смысл. Сопротивление 16, у меня сопротивление 12. Особого смысла менять сейчас я не вижу. Так. И эти куски металла мы тоже продаем. 26. Все в порядке с этим. Продолжить. И сейчас мы с вами повторно сохранимся. И поедем в эту сторону. Ну, окей. Окей. Я не стал уже... Заново... Стрелок. Давайте возьмем стрелка. Я не стал заново... Проходить бой. То есть, бой с этой группой у нас есть. Вы видели его. Ничего от этого не изменится. Да, мы потеряли одного, но это незначительная потеря на самом деле. Меня больше раздражает тот факт, что где-то тут бегает толпа. И, насколько я понимаю, она где-то близко. Да, вот она. И в этой толпе 76. 200. Да. Ну, допустим, 76 мы еще можем как-то с вами победить. Но 84. 219. Нет. Это уже слишком... Это за пределами нашего... Наших способностей. Так. Так. Секунду. Тут у нас... 82, 75 и 6. Там 29. Мы с вами сохраняемся. И... Идем на помощь. Вот сейчас это уже более, как бы, адекватный момент будет. Вот, видите, и воинов побольше поделило. Все дело в том, что... Уж простите меня, но против 400, 40... Ну, 40 у меня и 400 у них это перебор. Так, я их не вижу. Все еще не вижу. И... Да, вижу, вон они бегут. Давайте, ребятки, мы вас ждем. Нужно будет поменять ему шлем, потому что он... Ну, не вписывается, так сказать. У тебя шлем и неплохой. Крылатенький такой, мне нравится. Вот и первые стрелы пошли. Все, можно идти. Ух ты, какой... Мощный парень. Первый конник на деревне, так сказать. Мы с вами подойдем с этой стороны. Так, возьмем меч. Потому что это уже не шутки. Будем с вами воевать. Серьезно. До этого мы могли себе позволить побегать. Да что ж такое? А ну, иди сюда. Я тебе сейчас спину почешу. Так, это мои. Так, почему все бегают за одним? Да, опять я лошадь убил. Ай, какие ж неудобные вы все. Так, а давайте-ка мы слезем с лошадки. На ней, конечно, удобно. Забавно, но немножко не то. Какие они толстые, эти орки. Ну ладно, этот не очень. А ну ты. Тоже что-то не очень. А ну. Не смей тут бегать. Сейчас должны прибыть новые враги. И что-то их нет. Либо все убежали, либо все убежали, либо всех перебили. Так. Где моя лошадка? Иди сюда. Бегать пешком. Да иди сюда. Это не моя, значит. Где моя? Какого мы... А, прибыли новые враги. Все в атаку, хлопцы. Нечего дрожать. У вас слава лошадок. Ну давай беги, блин. Где моя лошадь? Почему я потерял свою лошадь? Я не могу ее найти, ладно. Кто угнал мою лошадь, козлы? Признавайтесь, я знаю, что это кто-то из вас. Так, убейте лучника лучше. С этим я сам справлюсь. От лучников. Ой, как я ему в лицо больно ударил. И этому больно в лицо ударил. Вот, хорошо. И вот этого убейте еще. Ну-ну-ну, давай, милый. Иди сюда, я тебе спину почешу. Да ну, че ты убегаешь? Да уйди, что ты дурак. Вот так. Прекрасно. Все. Всех. 47 на 77. Нормально. Давайте. Давайте. Погнали в атаку, ребята. Да уйди ты из-под тканя. Вот так и погибают в сражениях. Бросился под тканя командира и умер. Человек такой медленный. Давай быстрее. Мои уже все впереди. Ой-ё-ё. Тут орки есть. Это отвратительно. Это просто отвратительно. А, все. Нормально его забили. Шикарные. У меня прям всадники такие мощные, ребята. Знаете, прокачанные. Они убивают просто на раз. О, вот я кому-то по голове ударил. Бедняжка. Мне его почти жалко. Эй, ты. Почему он умер? Я почти его достал. Вот, хорошо. А ну иди сюда. Ладно, слазим. Всех убить, никого не оставлять, ребята. Всех убить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Иди сюда. Иди сюда. Ну куда ты побежишь? Ну вернись. Ну пожалуйста. Вы лошадника моего убили. Вы лошадника моего не трожьте. Выживи, мужик. Я верю, что ты выживешь. А ты нет. И ты нет. И ты нет. Всех убью один, останусь. А ну иди сюда. Убейте вы эту тварь. Прибыли новые враги или еще нет. Все в атаку. Все в атаку. Я пока не понял, куда вы побежали, но ладно. Там новые враги? Я надеюсь, что там новые враги, потому что это будет очень глупо. О, моя лошадка. А, нет. Все. Всех убили. Прекрасно. Если всех убили, почему... А, еще кого-то не догнали. Все. А, тут даже не буду. Сами понимаете. Смысла не вижу. Теперь вы мой пленник. Один у нас сбежал. Готово. Ой-ё. Куда ж мне все это засунуть? Ребята, имейте совесть. У меня нет столько места. Так, давайте плохие мы выкинем и наберем хорошего качества. Лучшего качества, так сказать. Сами понимаете. Очень хорошо. Давайте. А, валим, 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 валим. Хотя там 68 могли их тоже забить. Тут сами понимаете. Мне не было ни времени, ни интереса. Так. Хорошо. Давайте мы сохранимся с вами. Заедем в Минастерит. И в Минастерите мы сдадим в кузницу всю эту билиберду, которую мы насобирали. Просто в офигенно больших объемах. Нам оно не нужно. Просто все это не нужно. Вот так сдаем его, сдаем. Все, сдали все. А, да, давай. Нет, подожди. Я кое-что у тебя куплю. Двадцать пять. Нет. До тридцать шесть. Тридцать девять, тридцать. А тут тридцать... Плохо. Двадцать один. Тридцать пять. Такой же, как у меня. Может, щит взять. Это не то. Нельзя использовать верхом. Ну, я даже не знаю, что тут взять тогда. Двадцать девять у меня двадцать... Давай вот так возьмем. Продолжить. Нифига себе Гондор, конечно. Хило так захавал за пару сапог. Десять тысяч. О, налетчики. Из моря, серьезно? Откуда вы тут... Ох, ё-моё. Ребята, вы уж... Имейте... Совесть какую-то. Не в таких количествах же нападать. Давайте этих мы задавим. И будем продолжать дальше уже. Наверное, нужно будет догнать ребят на лошадках. У них было трое пленных. Их освободить бы не помешало. Ну... Эти нас что-то ненадолго задержат, это понимаю. Где там еще? Все. Хорошо. С нашей стороны потери нет. Вот я их виду. Руницы. Руницы. Руницы, кстати, очень хороши. У меня темную часть проходил за них. Я с дуру, конечно, качался немножко не так, но... Они очень хорошие, тоже наемники. И очень сильны на лошадках своих. Поэтому... Так твою бабушку ты издеваешься. В пятку себе попади. Так, ну, судя по звуку, я попал в кого-то. Так, одного я потерял. Это плохо. Ну, и они теряют много. Вот, все. Всех убили. Теперь освободим пленных. И можно двигаться дальше. Гном. Мне просто интересно, насколько гномы сильны. У меня никогда не было гномов. И берем в плен руницы. Забираем вот это. И сейчас мы с вами сохранимся. И продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok